Добрый день! С вами Анна и вы на канале Высший Вечер. Сегодня я хочу вам показать несколько готовых работ в технике алмазной мозаики. Выложила эти картины, не я их выложила, замечательная мастерица Надежда Марченко. Они еще нигде не засветились, нигде не фигурировали. Картина как бы для домашнего использования. Но я никак не могла пройти мимо. Красоту должны видеть все. Вот я сейчас все разложу и вам покажу. Вместе полюбуемся. Картины совершенно разные. И по цветовой гамме, и по сюжетной линии, и по наполняемости, и по сложности исполнения, конечно. Здесь вам и лес, и море, и деревня, и ангелочек. Милота! Вот смотрю и думаю. Ведь эти картины были выложены за последние полгода. Что бы ни происходило, как бы ни менялась жизнь, но некий романтизм у нас в душе все равно остается. Ну а теперь, пожалуй, давайте мы рассмотрим каждую картину в отдельности. И начнем вот с этого замечательного ангелочка. Картина называется «Маленький ангел». На подрамнике. Размер 30 на 40 сантиметров. Выкладывается круглыми стразами. Всего в работе используется 35 цветов. В превью производителям была заявлена вот такая вот картинка. Посмотрите, какой прелестный ангелочек с кроликом. А после выкладки мы видим уже несколько другую картину. Цветовая палитра здесь очень отличается. Если в превью цветовая палитра бежево-коричневых оттенков, то в готовой работе мы видим больше розового цвета. То есть девочка-платьишко розового цвета. Ну смотрится тоже прекрасно. Сочетание зелени и розового очень здорово работает именно на контрасте. Так что получилось в принципе очень даже хорошо. Если взять размер побольше, то и будет более четкое изображение. Правила пиксельности еще никто не отменял. Работа сама по себе очень легкая. Выкладывается довольно такими большими участками одного цвета. Схема прекрасно проработана. И цвета сочны. Настроение повышается, просто глядя на вот эту работу. Одно слово. Милота. Вы когда-нибудь смотрели на морской закат более красивого зрелища и не представить? Когда стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, который веет с океана. Солнце темнеет, опускается все ниже и ниже горизонту. И вот наступает момент, когда оно касается водной глади. Под ногами расползается мягкий теплый песок. Волны что-то нашептывают. Крики чаек немного затихают. И, наконец, приходит чувство гармонии с миром и самим собой. Вот такой очень красивый и романтичный сюжет. Эта картина называется «Прогулка по берегу». Размер 40 на 50 сантиметров. Здесь полная выкладка круглыми камнями. Используется 47 цветов. Но в основном такая синяя-сиреневая гамма. Смотрится, конечно, шикарно. Вообще, глядя на эту картину, я поняла, что тоже хочу себе выложить что-нибудь такое морское. И еще одна картина, которую я хочу вам показать, это «Лесной пейзаж». Очень светлая и добрая картина. Осень, солнышко еще ласковое. Птицы еще бечут. Хотя уже не так беззаботно, как летом. Все лесные жители готовятся к зиме. Так и хочется по тропинке спуститься к озеру. Лес – это сказка. В лесу всегда хорошо, свободно, спокойно. Картина у производителя никак не называется. Но я назвала ее «Озеро в лесу». На подрамнике 40 на 50 сантиметров. Вообще, чем хорош подрамник, картину можно не оформлять в раму. Очень часто, вот как здесь, багет нарисован на холсте. И после выкладки картина получается полностью уже готова к демонстрации. Камни круглые, 27 цветов. Кажется, мало. Но посмотрите, как здорово они подобраны. И в сочетании друг с другом дают очень реалистичную и качественную картину. Все ссылочки на производителя я, как обычно, оставлю внизу в описании. Если кому-то интересно, посмотрите сами. Сегодня у нас только картины. Ну и как вишенка на торте, картина, которая называется «Птичий двор». Давно я не видела таких ярких, красочных картин. Это гламурно-светское общество птичьего двора собралось на тусовку. Два брутальных петуха беседуют друг с другом на какие-то очень важные темы. Курочки что-то склевывают, учат цыплят. Цыплята не хотят учиться, шалят. Классный сюжет, такое шикарное исполнение. Просто буйство красок. Здесь каждый участок холста, посмотрите, заполнен каким-то эпизодом. Цветочки, цыплята, даже забор. И тот можно рассматривать отдельно. Много персонажей. Каждый имеет свой характер. Ну и каждый зритель, мне кажется, увидит здесь свою историю. Вот, кстати, еще одна. О том, как вышло на прогулку одно почтенное семейство. Папа-петух, мама-курочка и цыплятки-дети. И вот идут они такие красивые по двору. А навстречу выходит одинокий, молодой, весь из себя прекрасный петушок. Ну а что было дальше, придумайте сами. Вообще, конечно, шикарная картина получилась. 50 на 40 сантиметров. Квадратные камни здесь. 42 цвета. Цвета очень яркие, контрастные. Но вместе с тем теплые. И за счет этого создается ощущение уюта. Мне очень нравится эта картина. Вообще, конечно, супер. На сегодня все. Надеюсь, вам понравился обзор таких непохожих работ. Я вам рассказала свое субъективное мнение. Возможно, оно отличается от вашего. Очень хочется узнать, что вы думаете на сей счет. Пишите в комментариях свои впечатления. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди ведь так много интересного. Увидимся. Пока-пока. Ваша Анна.